Из книги «Открытым оком», том 15, тема Лапкин книги, вопрос 2915. Если есть корректор правильщик текста, который грамотнее автора может быть, то почему же всё равно есть ошибки? И у вас я не раз находила печатки и более того даже грубые ошибки. Нельзя ли было как-то без этих недостатков обойтись? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Крайне желательно, но не по силам нам, грешным и слабым. Я ещё ни одной книги в жизни не встречал, а это тысячи книг и томов, тонны газет и журналов, чтобы не было там ни одной ошибки. Хотя текст правит корректор обычно дважды. У нас едва ли на один раз проверяем, и то на одну книгу в среднем корректор обнаруживает 3700 ошибок. Специалисты говорят, что это не так уже и много на 752 страницы книги. Не буду говорить об однодневной прессе, о газетах. Посмотрим самые ценные книги, Библию, отдельно Новый Завет и Псалфель. Даже в них, где уже сотни раз корректировали, учитывали найденные ошибки, и в них ещё нахожу ошибки и опечатки. Раньше в конце книги всегда почти приклеивали листок замеченных опечаток, допущенных погрешных типов изданий книги. Как правило, там две графы. В одной как есть, а в другой как следует читать. Вот Псалфель, изданная по благословению Патриарха Алексея II и точно такого переиздания Пьеднённого Библейского общества 1995 года. Чудесно изданная книгам 206 страниц по 50 тысяч экземпляров 200 на 290 миллиметров. Вот ошибки. Псалом 28. Ибо царь уповает на Господа и по благости Всевышнего не поколеблется. Напечатали его благости. Разница с синодальным переводом. Но смысл одинаково хорош. Псалом 73. Вспомни сон твой, который ты стяжал издевле и скупил в жест достояния твоего. Эту гору Сион, на которой ты селился, а напечатали веселился. Псалом 54.14. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой и близкий мой, напечатали то я. Пропущена буква Ч. Псалом 104.20. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. В издании нет двух запятых. Псалом 58.11. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Напечатано бой. На страницах 146-147, вверху Псалом 104, а заглавлен Псалом 103, еще несколько ошибок нашли и написали в библейское общество. Они поблагодарили. Но следующее издание издали с теми же ошибками. Видимо, трудно изменить матрицы. Встречали и букву М в Библии, когда она вверх ногами стоит. Зная наизусть текст Библии, человек может найти немало изменений в тексте. Премудрость Соломона. 4.18. Они увидят и уничижат его, но Господь посмеется им, а ныне напечатано уничтожат. И так в электронной версии. Самая большая ошибка там, где стоит негде, ее не должно быть или где нужно, а она не стоит. Где ее не должно быть или где нужно, а она не стоит. Так в 13 томе открытым оком на странице 351. В шестой строке снизу нужно убрать «не» и «да будет» так нужно читать. Замечено в нескольких местах братом Виктором Яковлевым при внимательном чтении, что есть выделенные жирным курсивом и в кавычках выдержки, правда без указания мест писания, но переданные в вольном пересказе, не точно по писанию. Тут ошибка тех, кто с пленки магнитой перепечатывал и поставил кавычки, а я и корректор не досмотрели. Но смысл остается неизменный. Если посмотрим цитируемые места из Ветхого Завета апостолом Павлом, то буквально ни одного места он не цитирует буквенно безошибочно. Но мы и то и другое считаем канонически верным и непререкаемым авторитетом. Римлянам 4.3. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Сравни Бытие 15.6. Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность. Притом поверил не Авраам, а Авраам. Римлянам 9.9. А слово обетование таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. Бытие 18.10. И сказал один из них. Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей. Римлянам 9.17. Ибо Писание говорит фараону. «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Исход 9.16. «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать над тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». В трехтомнике Новый Завет с толкованием блаженного фитилакта болгарского замечено несколько пропусков сущего текста, то есть самих стихов Писания. Хотя само толкование дано полностью, это связано с огромным напряжением по времени и полной перекомпоновкой текста из перекопов, аммония, стихи и главы синодального издания, стремлением точно подогнать к толкованию. Приходилось сотни разрезов делать по тексту и где-то упустили. При следующем издании эти оплошности будут учтены. Корректорами были Дыбунов Игорь Владимирович, Дыбунова Марина Геннадьевна, Малютина Раиса Юльевна, Малютина К.А. Может быть мы будем переиздавать трехтомник сей и уже начали предварительную проверку. Вот что обнаружили с учетом новой орфографии знаков препятания. Пропуски. Лука 6.24-26. 1 Коринфянам 8.8.11.19.14.23. 2 Коринфянам 8.6. Галатам 4.23. В первом томе 249 ошибок. Во втором 222. В третьем 363. Итого 834 ошибки. И думаю, что берем, что обретем и еще. Текст был сканирован и перевели с дореволюционной орфографии на современную. Было устранено и заменено не менее 150 тысяч знаков в одном томе. И несмотря на вышеуказанные недочеты, можем с уверенностью сказать, что изданный нами новый завет с толкованием и с комментариями еще не скоро будет кем-то лучше издан по удобству пользования им. Мне очень повезло, считаясь ей за дар Божий, что у меня корректа, верующий, и мою корявую речь правит искусно Марина Геннадина Дыбунова, профессиональный секретарь. У нее прекрасная чтеная стихия, да воздаст ей Господь за ее бескорыстный труд, она терпит мою стремительность. Глава 9. И наступает срок сказать мне честно о прегрешении дней моих и лет, но в час, когда пора держать ответ, моя душа рабка и бессловесна. И если я припомню все, что было, и воды моря превращу в чернила, и как пергаменты я растелю все склоны гор пологи и дали, и тростники на перья изрублю, то и тогда при помощи письма я перечислю, Господи, едва ли мои грехи, которые тьма и тьма. И если кедр ливанский в три обхвата свалю я, сделав рычагом веслов на чаши их и тяжесть арарата, не перетянет всех моих грехов я древа, на котором веток много, но зрелых я плодов не оброню. Как-то смоковница по воле Бога, бесплоден я, засохший на корню, смоковница, украшенная кроной, манит шумящей листвой зеленой усталых путников издалека, но подойдет к ней путник изнуренный, И ни плода не сыщет ни цветка, а на предмет презрения и брани, оставленное, как напоминание, как некий тусклый образ душ людских, запятанных греховностью и ложью, подвергнутых навек проклятию Божью. Погрязших в омуте грехов мирских Бывает, потом политые пашни, зерно приемля хлеба не родят, и пахарь труд, оплакавший вчерашний, уходит прочь, куда глаза глядят, душа, храняя пристойность и обличье, ты, как смоковница, листвой шуршишь, Но, как смоковница в старинной притче, бесплодие, и ты не избежишь, душа моя, как выгребная яма, ты выбрала, чтоб погубить меня, грехи всех смертных со времен Адама, совершенные до нынешнего дня, ты копишь то, что Богу не угодно, и потому презренно и бесплодно. Григорий Нарикасе